Звучит музыка Сегодня в программе вы увидите Освящение часовни в честь праведной Лии На месте крушения самолета Як-42 Выполнявшего рейс Киев-Одесса-Солоники 17 декабря 1997 года По благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела Митрополита Одесского и Измаильского Одесский епархиальный молодежный отдел Провел форум самоопределения Как найти себя Представители православных мужских и женских монастырей Приходов из других епархий И народные умельцы провели ярмарку В Свято-Иверском мужском монастыре Одессы Об этом и многом другом подробнее в нашем выпуске 19 октября Святая Православная Церковь Празднует День памяти Преподобного Гавриила Афонского Это день для Свято-Иверского мужского монастыря В Одессе особый Ведь именно этот монастырь Был основан и построен Трудами Преподобного Гавриила Афонского Праздничное богослужение возглавил наместник обители Архимандрит Виктор Быков В Свято-Илинской обители великое торжество Множество людей собралось под сводами храма Который был основан трудами Преподобного Многое пришлось пережить этой обители И революцию, и разрушительные времена безбожной власти И Великую Отечественную войну Время перестройки Но никакая буря не смогла сломить и разрушить эту обитель И сейчас она переживает время возрождения И как когда-то физически трудился над созданием этой обители Гавриил Афонский Так и ныне он молится перед престолом Всевышнего Об восстановлении этого монастыря Замечательный облик обители Это результат трудов братья и наместника Архимандрита Виктора Быкова Каждый, кто хотя бы единожды в жизни встречался с именем Преподобного Гавриила Или с его чудным образом Он не мог не почувствовать на себе его благодатную молитвенную помощь И тем более мы, живущие в обители, основанные им Прибегая ежедневно к его заступничеству Прикладываясь к его святым мощам Мы ощущаем, насколько скор этот дивный угодник Божий на помощь Учение Святой Церкви говорит нам о том Что на том месте, на коем почивает мощь угодника Божия Или часть его святых мощей Святой невидимо пребывает на этом месте духом Родился одесский чудотворец 8 января 1849 года В Киевской губернии В крещении мальчик был наречен Георгием Свое первоначальное христианское воспитание Он получил от своих родителей Но рано осиротел в 12-летнем возрасте Господь, взяв его за руку, вел его путем спасения И вот в Киеве просит братья Феофанской пустыни Приять его в число насельников обители В тот момент и определилась его судьба Путешествуя по святым местам Посетив Иерусалим, а затем через год Святую гору Афон Георгий увидел добродетельную и истинно Монашескую подвижническую жизнь Насельников Святой горы До конца отвергнут все мирское Он остается в скиту пророка Ильи Находившегося во владении Пантократорского монастыря В 1869 году принимает монашеский постриг с именем Гавриил В постоянных трудах и послушании При бдительном руководстве старца Отец Гавриил преуспевает во внутренней духовной жизни Он ясно научился видеть, что сам человек ничто И в борьбе с собою, своими греховными страстями и пороками Он бывает победителем лишь настолько, насколько смиряет себя И призывает в помощь Господа Подражая в трудах и молитвах преподобным отцам Афонским В 1189 году был возведен в Сан-Архимандрита Святой Архимандрит искусно управлял монастырем Являясь примером для братьев и духовной жизни Архимандрит Гавриил построил новый собор в Ильинском скиту И общежительный корпус для братьев Заботясь о российских паломниках Отец Гавриил построил в 1896 году в Одессе На Ильинском подворье великолепный храм в византийском стиле В 1901 году, несмотря на слабое здоровье Архимандрит Гавриил был вынужден отправиться в скидские подворья в Одессе Для распоряжений по хозяйству и назиданий братьев 19 сентября 1905 года, причастившись накануне святых христовых тайн Святой старец отошел ко Господу Своим образом жизнью в смирении, строгости, любви к каждому человеку И великим стремлением к созиданию во славу Божью и спасению людей Он дает великий пример не только монашествующим, но и нам, мирским людям Сегодня мы имеем шанс прийти и приложиться к мощам великого преподобного старца Который до последнего своего издыхания служил Богу и помогал людям достичь спасения И сегодня возносит свои молитвы у престола Всевышнего за всех нас Мир мой оставляю вам, мир мой даю вам Если будем жить в духе истинных иноков, то и сребролюбные наши благотворители Не имут оставить нас своими щедрыми спомоществованиями, чем и обитель наша существует В ходе паломнического визита в Грецию Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский Измаильский По благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Катеринского и Платомонского Агафоника Совершил освящение часовни в честь праведной Лии На месте крушения самолета Як-42, выполнявшего рейс Киев-Одесса-Салоники 17 декабря 1997 года 9 октября 2013 года стало днем исторической памяти для родственников тех людей Которые трагически погибли в авиакатастрофе под греческим городом Салоники в 1997 году Перелистывая страницы нашего жизненного бытия, мы понимаем, какое великое горе и печаль настигло людей в те роковые минуты Родные и близкие которых, ничего не подозревая, отправились 17 декабря 1997 года из аэропорта Борисполь в Грецию Рейс 241-й компании Aerosvit выполнялся с самолетом Boeing 737 по маршруту Киев-Одесса-Салоники Но на промежуточной посадке в Одессе была обнаружена неисправность двигателя, что исключило его дальнейший полет Авиакомпания не смогла заменить неисправный Boeing на другой собственный Поэтому была вынуждена заключить договор с другой авиакомпанией на аренду у нее самолета, чтобы завершить рейс 241-й Этой авиакомпанией стали львовские авиалинии, а самолет Як-42 Экипаж перегонял самолет из Львова и в 15.23 приземлился в Одесском аэропорту После перегрузки пассажиров и багажа в 17.23 авиалайнер вылетел из Одессы На его борту находилось 8 членов экипажа и 62 пассажира, включая 5 детей Казалось, как будто бы какие-то небесные силы пытались остановить и прервать этот перелет Для того, чтобы сохранить жизнь пассажирам авиалайнера, следующего в Салонике Но судьба распорядилась иначе Самолет подходил к Салоникам ночью, к тому же небо было затянуто облаками Но погодные условия были выше метеорологического минимума аэропорта Заход на посадку на ВПП-16 осуществлялся по приборам по установленной схеме Экипаж сильно уклонился от схемы захода, даже не заметив этого И прошел над аэропортом на большой высоте, о чем их предупредил диспетчер В связи с этим экипажу было дано указание уходить на второй круг Для чего выполнить правый разворот С набором высоты на высоте 1800 метров выйти на радиомаяк аэропорта Экипаж подтвердил полученную информацию, но не выполнил указания Так как после первого неудачного захода на посадку был еще в замешательстве В результате пилоты потеряли пространственную ориентацию Но не доложили об этом диспетчеру В самом аэропорту отсутствовал радиолокатор Поэтому диспетчер не знал истинного положения авиалайнера Вскоре в кабине раздался сигнал опасного сближения с землей Но экипаж не стал набирать высоту В 1913 на высоте 1050 метров в 69-72 километрах Юго-западнее аэропорта Як-42 врезался в склон горы Пентепегадия И полностью разрушился Более 70 человек, включая граждан и нашей страны, трагически погибли Останки некоторых из них до сих пор так и не были найдены Поискам серьезно мешала погода Также в процессе поисков разбился С-130 греческих ВВС В результате чего погиб экипаж из 5 человек Лишь 20 декабря обломки Як-42 были обнаружены При этом не нашли ни одного выжившего Великая скорбь и боль постигла многие семьи Наших соотечественников Которые потеряли в этой страшной трагедии своих родных и близких Спустя 16 лет стараниями сына погибшей В этой авиакатастрофе Лии, Железковой, Александра Была воздвигнута часовня в честь праведной Лии Небесной покровительницы Лии Петровны Железковой За богослужением молился посол Украины в Греции Владимир Шкуров А также родные погибших Граждане Украины, Греции, Польши и Германии И молитва, совершенная на этом месте В память всех погибших Это наш дар любви каждому из них Потому что молитва, как дружба, не за это расстояние Эта молитва сегодня дала утешение родственникам, близким Которые пришли еще раз Для того, чтобы почтить своих погибших в этой трагической беде После освящения часовни митрополита Гафангел Совершил панихиду по всем трагически погибшим Во время этой страшной авиакатастрофы Это стало данью памяти для всех родных и близких Погибших на борту самолета Ведь у Господа нет мертвых У него все живы И самый великий дар для них Это наша молитва к Богу А упокоение их душ в селениях праведных Многие из родственников не могли сдержать слез Во время освящения и панихиды по погибшим Так как в их сердцах переполнялось чувство радости О том, что память о погибших Отныне увековечится в монументальной часовне На месте катастрофы пролилась молитва Из-за трех святителей Церкви Христовой О упокоении их в Царстве Небесном По благословению Высокопресвященшего Гафангела Митрополита Одесского-Измаильского В актовом зале Свято-Андреевского подворья Впервые в Одессе Прошел молодежный форум Направленный на объединение православной молодежи города С целью взаимной помощи, общения и поддержки В совместном социальном служении Встреча с единомышленниками – это всегда праздник Для многих, пришедших на молодежный форум Подобная встреча стала приятным сюрпризом Если зачастую верующий молодой человек или девушка Сталкиваются на работе или в ходе учебы В основном с недопониманием А то и вовсе с насмешками относительно духовной жизни То в данном случае их взору предстала полная аудитория Актового зала, которую составила молодежь Со всех храпов города Одессы Столь активный отзыв молодых сердец Удивил даже организаторов Подготовивших активную программу для предшедших Это и общение с епископом и священником И осуждение интересных и актуальных тем И библейская викторина И просмотр мотивационного фильма С дальнейшим осуждением И в первую очередь интересное общение С ищущими и развивающимися сверстниками Тема сегодняшнего форума Самоопределение Как найти себя Эта тема бесконечно важна Для любого молодого человека Потому что именно в молодости Лучше это самоопределение Его произвести От этого зависит вся дальнейшая жизнь Открытие форума Было совершено преосвященнейшим Деодором Епископом Южненским Викарием Одесской епархии Будучи молодым и не чуждым проблем Молодых людей В то же время имея немалый пасторский опыт Епископ постарался поделиться своими взглядами Относительно предложенной темы Важности самоопределения в жизни Очень важно самоопределение В этом мире для человека Потому что по моим таким пасторским наблюдениям За годы священства Я сделал такой вот вывод Надеюсь, что он правильный Каждому человеку Господь в жизни определяет нишу И вот одна из задач, которая состоит перед нами в жизни Эту нишу найти и правильно занять До тех пор, пока человек этого не сделает Пока этого не произойдет Человек мучается сам И мучается вокруг него окружающих Как только человек находит свое место Как только он занимает это место в своей жизни Сразу все становится на места И у него, и у окружающих Ведь очень важно от жизни получать радость самому И дарить эту радость другим Когда у человека в жизни есть все Здоровье, успех, достаток Еще какие-то другие блага Но при этом он не получает от жизни радости И не дарит ее другим Значит, этот человек несчастен В последнее время молодым людям Порой просто не хватает живого и здорового общения Вместо поверхностных фраз и холодных ответов Отчасти это происходит по причине Сумасшедшего ритма сегодняшней жизни И преимущественного общения через социальные сети В таком режиме изможденным людям Уже зачастую не хватает сил, времени А затем и желания Вникнуть в жизнь окружающих людей Целью помощи и сочувствия В связи с этим становится ясна причина По которой сами участники форума Пожелали пригласить священника Для общения и обсуждения Актуальных и жизненных тем Да, мы постарались сделать программу максимально интересной Поэтому меньше всего Старались что-то навязывать и что-то выдумывать самостоятельно Я спросил у молодежи Что вы хотели бы видеть на этом форуме И сами ребята ответили, что мы хотим видеть священника С беседой, чтобы мы могли задать ему вопросы И этим священником ребята же опять выбрали Протерея Андрея Николаиде Паралектора Одесской Духовной Семинарии Что значит жить правильно? Наверное, в современном мире Очень часто многие люди забывают Что слово Верить в Бога Означает еще и Доверять Богу Вот очень часто Вера в Бога и доверие в Богу Очень сильно разнятся Есть люди, которые Ковычку вот называют Я верю, что там кто-то из-за чем-то есть Но это не христиане Признание существования Бога Это еще не настоящая вера Это вера бесовская Помните, в послании апостола Якова Говорится, да? И без веры, и третий Без помощи Божьей мы не научимся Складывать нашу жизнь Это то, о чем говорил Вады Кабиадок Это очень важно понять и осознать Нам надо позвать Бога Но не надо требовать от Бога немедленного чуда Вот зайди сейчас Хлопнив в ладоши, чтобы все стало на свои места Нет, так не будет Бог возьмет наши руки И нашими руками При нашем усилии Будет выстраивать пирамиду нашей жизни Вот когда мы научимся уже Делать что-то сами Вот тогда мы действительно Сможем обрести полное счастье Счастье в том, что мы что-то сделали Мы участвовали в процессе сотворчества Нашему хладку Но в то же самое время Он стоял рядом с нами И помогал нам Суть форума заключалась не только в обсуждении Но и в действии Существующие в Одессе православные молодежные центры Из разных районов города Одессы В ходе собрания представили свою социальную деятельность Которой может присоединиться каждый желающий И смысл таких форумов Я вижу в том, чтобы объединить православную молодежь Объединить ее как вокруг духовных проектов Так и вокруг миссионерских и социальных Мы как молодежный клуб Занимаемся обширной социальной деятельностью Это и кормление бездомных Посещение детских домов Помощь больницам и так далее Я знаю, что многие думают Даже когда их дети куда-то идут Типа, а, секта Я вообще не слышал, что в православии что-то подобное есть Точно там что-то не так Попросит деньги Или когда человек присоединяется К какому-либо виду социальной работы Понятно, что некоторые вложения добровольные Они возможны И когда человек узнает о том, что его друг Отдает 2 гривны где-то То все, он возмущается Он думает, что его начинают грабить Это какое-то зомбирование Но рецепт очень простой Если ты чего-то стесняешься или боишься Приди и проверь Ты молод, ты убежишь Если тебе что-то не понравится Поэтому я думаю, что это лучший способ Увидеть его очень Служить Богу можно через разные виды деятельности В этом искренне убежден лектор Приглашенный организаторами в конце встречи Когда речь зашла про какую-то более Такую часть интересную Пригласить какую-то творческую личность Мы перебирали разных людей Актеров Политиков Но когда кто-то назвал Георгия Делиева Блица ребят всех изменились Появились улыбки И многие с радостью восприняли вот эту идею При том, что даже многие не знали Что народный артист Украины Георгий Делиев Он православный человек И исполняет панамарское послушание В одном из храмов Одесской области И уже давно выцерковлен То есть это человек, который имеет очень богатый опыт У него интересный творческий путь И интересный духовный путь Самое удивительное, что когда хорошо, так в груди не думаешь о Боге Когда плохо, начинаешь думать Поэтому надо думать Молитва должна присутствовать всегда Даже когда радости еще больше Главное делать то, что тебе по душе То, что душа подсказывает Это нужно делать Надо доверять Сердцу больше, наверное, чем разум Но иногда и разум Разум иногда важнее, чем то, что сердце подсказывает Если делаешь это искренне, правильно То тогда это приносит плоды Другое дело, что результатом не приходит сразу Он приходит потом А может и прийти Но когда доверяешь своему сердцу То это значит твой путь А уже там получишь ты по башке Или получишь где-то цветочки Это уже как Господь даст Надо делать то, что должно делать А там уже надо принимать то, что есть По огромному количеству положительных отзывов И просьб от участников Подобные форумы и встречи По словам организаторов Ожидаются и в дальнейшем В будущем планируется подобные форумы Проводить один раз в три месяца То есть сейчас мы проводим осенний Потом будет зимний, весенний и летний Но летом, скорее всего, мы уже постараемся Подготовить и организовать конференцию Трех-четырех дневно Чтобы ребята больше имели возможность поработать И уже как-то больше измениться даже В процессе вот такого общения и работы 25 октября занесено в Книгу скорби Украины Когда-то первых расстрелов в оккупированной Одессе В 1941 году, после регистрации мирных граждан Фашисты начали сгонять людей на стрельбичное поле В артиллерийские склады По некоторым данным, за время оккупации в городе и области Было расстреляно, повешено, замучено и сожжено Порядка 280 тысяч человек Изменить историю не в наших силах Но в наших силах помнить и чтить память тех Кто ценой своих жизней защищал родной город В преддверии скорбной даты Православной Одессы собрались в парке имени Горького У памятника жертвам фашизма Сегодня это юго-западный массив Одессы Здесь находится любимое место многих местных жителей Парк культуры и отдыха имени Горького А в страшные годы Великой Отечественной Этот район именовали стрельбичным полем Тысячи сожженных, тысячи расстрелянных, тысячи захоронений О них многие одесситы даже не знают Единственное напоминание – памятник жертвам фашизма 1941-1945 Сегодня, в канун первой для военной Одессы трагедии Православные одесситы пришли к нему, чтобы вспомнить Чтобы сказать спасибо и тихо помолиться Война – это самый большой абсурд Говорит отец Георгий, настоятель храма святого Григория Богослова И от нее может спасти только память Война невозможна только тогда, когда будет память о том, что уже было А если мы будем с вами молиться Будем просить Бога упокоения души, усопших рабов Божий То, конечно, и наши дети, и наши внуки Не будут иметь никакого отношения к войне И это мы должны обеспечить им И особенно, дорогие братья и сестры На тех местах, где людей убивали Где людей погребали Где людей уничтожали Должно быть памятный знак Должно быть место памяти Памяти тех, которые поистине положили свою жизнь на алтарь нашей жизни Ради каждого из нас Трагедия Великой Отечественной войны затронула каждую украинскую семью И долг живущих сегодня помнить о подвиге и жертве своих дедов и прадедов Виталий Жариков уроженец Донецка Но по праву может считать себя одесситом Ведь живет в Южной Пальмире уже более 30 лет Именно Донецкая дивизия защищала город Здесь много полегло шахтеров Вспоминает он со слезами на глазах У меня в семье погибли 12 мужчин Это мои дяди Поэтому я горестью переносил каждое воспоминание об их езде Я пришел помянуть тех людей, которые отдали за нас свою жизнь Это поклонное место, которое мы должны чтить и поклоняться тем погибшим людям, которые здесь есть Мы считаем нужным, чтобы мы помнили, что за нас погибли другие люди И мы должны нести эстафету жизни Сегодня у памятника жертвам фашизма отец Георгий вместе со своей паствой отслужил литию Он попросил Господа об упокоении душ погибших и о защите для живущих ныне Пусть Господь упокоит души рабов Божьих Нам же даруй здравия и благополучия Здравия, рассудов и смысл житейский Дабы пребывал у нас Милости Божьей Память усопших рабов Божьих Вечная им память А нам всем, братья и сестры И мирного неба И благополучия И Божьи благословения Нашим с вами детям, близким и горожанам Спасибо всем Господь И Бог да благословит каждого из нас Есть особые дни в году Когда церковь с благоговением и любовью Молитвенно вспоминает всех умерших своих собратьев по вере В субботу 2 ноября Православные христиане соберутся в храмы Чтобы вместе помолиться об усопших отцах и братьях наших Первые, о ком мы вспоминаем, молясь об умерших Наши покойные родители Поэтому и суббота, посвященная молитвенной памяти почивших Называется родительской Таких родительских суббот в течение календарного года 6 У родительской субботы в ноябре есть и еще одно название Дмитриевская Суббота названа так по имени вспоминаемого 8 ноября Святого Великомученика Дмитрия Солунского Установление поминовения в эту субботу Принадлежит святому благоверному великому князю Дмитрию Донскому Который, совершив после Куликовской битвы Поминовение павших на ней воинов Предложил совершать это поминовение ежегодно Поминовение совершается в субботу перед 8 ноября Впоследствии православные христиане Стали в этот день творить память Не только православных воинов За веру и отечество жизнь свою на поле брани положивших Но вместе с ними и всех вообще своих усопших По благословению Высокопресвященнейшего Агафангела Митрополита Одесского Измаильского В Свято-Иверском Одесском Мужском Монастыре Прошла ярмарка На которую со всех концов Украины Съехались представители православных Мужских и женских монастырей Приходов, епархий, простых народных умельцев Ассортимент изделий обширный Все, кто посетил Свято-Иверский монастырь Приобрел для себя что-нибудь полезное Одновременно таким образом Сделав пожертвование на храм или монастырь Проведение выставок С реализацией церковной утреи На территории нашей страны Происходит уже далеко не в первый год Особо актуальными стали подобные выставки Начиная с 90-х годов Когда было открыто множество храмов Большинство из которых эксплуатировалось В советское время, мягко говоря, не по назначению Многие из настоятелей храмов В частности в городе Одессе и Одесской области Оказались, казалось бы, радостной ситуацией Храмы были наконец-то возвращены Но состояние поруганных святынь Многих приводило в уныние Лишь от одного взгляда Уничтоженная роспись А порой и вовсе разрушение купола Затопленным алтарем Это лишь неполный список завещания Полученного за советские годы В частности, по этой причине Проведение выставок и ярмарок С реализацией церковной утвари Приобрело столь массовый характер Уже не в первый год в Одессе Проводится выставка-ярмарка При Свято-Иверском мужском монастыре Посетители которой Могут приобрести за умеренные цены Как весьма обширный ассортимент церковной утвари Так и обычные продукты Выращенные в естественных условиях Мед, вино, фрукты, вареники, копченая рыба Эфирные масла, специи, чаи Натуральные бальзамы и мази, мыла Известные оренбургские платки Киевские пряники, иконы, духовная литература Это лишь неполный список того Что может приобрести каждый желающий Мы привезли непосредственно на выставку Свою монастырскую продукцию Это молочная продукция, масло сливочное Изготовлено у нас в монастыре Мед монастырский, два сорта Майский и подсолнечный Олия солнечного, тоже монастырская И так же самое, это наши фрукты Это яблоки разных сортов, зимних сортов Привезли платки полпосадские Из чистой шерсти и натурального шелка Это старинная фабрика, она работает с 1795 года Раньше она изготавливала платки для царских семей Для состоятельных людей И сейчас они доступны как для более бедных Так и тоже есть для состоятельных людей Не все есть в церковных лавках На таких выставках привозят товар достаточно эксклюзивный И цены абсолютно разные То есть достаточно доступны для потребителя На этом мы заканчиваем выпуск Благодарим вас за внимание И как всегда желаем мира, добра и благополучия Всего хорошего Субтитры создавал DimaTorzok Добро и благополучия